всем огромнейший привет сегодня будет очень приятное видео для меня я надеюсь что вы порадуетесь вместе со мной сегодня я хочу показать посылочку которая ко мне пришла от светочки левшу новой светочка тебе огромнейший привет и большущие большущие спасибо мне не удалось сразу снять это видео так как своими вот больничными делами замоталась и настроение совсем не то было так что светочка ты меня порадовал и подняла дух в тяжелую мою минуту жизни тяжелую это конечно громко сказано но достаточно неприятную скажем минуту жизни подсластила мне жизнь вот такими сладкими подарочками я с них начну это был шоколад я любительница шоколада хотя сама не отсылаю девочкам сладкую составляющую потому что ну мало ли знаете кто ест кто не ест кому можно кому нельзя вот мне честно говоря нельзя но все равно ем поэтому я стараюсь реже покупать шоколад если уж так сказать покупаю то съедаю сразу все ну вот от светочки конечно же я была просто счастлива получить вот этот горький элитный шоколад я обожаю горький шоколад и для меня была новинка вот такой шоколад который называется план b с чудесными надписями очень вкусный здесь с начинками я кстати очень люблю именно шоколад с каким-то наполнением вообще вот люблю такое сочетание там суфле шоколад или мармелад шоколад но просто вообще боюсь сейчас захлебнуть своей собственной слюной вот эти надписи отлично придуманы в этот шоколад был горький с вишней и перцем интересный вкус и вот этот лозун который если ты столкнулся с проблемой выбора бери все сразу по моему очень неплохой девиз и вот второй шоколад горький с сахарной помадкой с текилой хорошее сочетание ничего не скажешь возможно текила мы все прекрасно знаем что текила хорошо сочетается с солью и лимоном но вот с сахарной помадкой это тоже было очень и очень вкусно уж поверьте мне на слово и в данном случае девизом служит если жизнь какая-то такая нужно съесть что-нибудь и такая прекрасно вот мне кажется нужно просто выучить вот эти две фразы и пользоваться ими своей жизни огромное тебе спасибо светуль видишь как ты мне удачно посластила жизнь покажу что она еще положила свою посылочку такой красивой бумажки и с такими словами для твоей обновленной кухни светочка подарила мне полотенечко прекрасные полотенце я знаю что белорусские ткани без белорусский лен очень хорош мы были в минске я там все присматривалась к таким кухонным вещицам я кстати привезла оттуда полотенцев тоже прекрасного качества я ими довольно просто до безобразия они выдерживают стирки замечательно там такие сюжеты больше наверное в итальянские мотивы в данном случае светуля ударилась вот как мне кажется больше во французский вариант с красивейшими цветами я даже не знаю как этот цветок я сейчас задумалась наверняка же здесь где-то написано по моему это сирень если я не ошибаюсь мне кажется что этот цветок сирени цветок сирени красивущие полотенце просто красивущие следующие полотенечко с голубеньким цветком мне кажется это уже больше похоже на гортензию но я ищу цветовод еще тот я очень люблю цветы конечно смотреть на них но я не увлекаюсь до такой степени чтобы разводить их по серьезному выращивать и вот такая роза кстати здесь на даче я совсем недавно ходила к соседке которая занимается выращиванием роз и я просто была без ума от ее плетистой розы во первых она цветет цветами наверное по 10 сантиметров диаметре это минимум вся усыпана у нее есть несколько кустов огромных кустов наверно в полтора человеческого роста она вся усыпана один куст был белыми розами другой розовыми какими-то кремовыми и вот эти розы очень пахучие меня меньше впечатляют вот такие вот одиночные розы а вот плетистая кустовая роза с огромнейшими цветами я была просто в восторге свету тебе огромное спасибо за такой подарок перейдем к несколько рукодельным уже подарочком наверное думая о том что я занимаюсь прикладной вышивкой люблю всякие штучки вот светуля подарила мне еще такой наборчик от фирмы реолис замечательная кстати хотела попробовать именно сочетание молнии с фетром я его не открывала чтобы не растерять так как здесь вот есть мелкие детали еще не пробовала боюсь открывать потому что у меня и так процессов миллион в работе вот но обязательно попробую это и было моим желанием какое-то время я об этом думала так что я думаю что мысли передаются на расстоянии светульты угадала и дала мне шанс попробовать вот такую вышивку прикладную с молнией далее такие интересные подвесочки я получила в подарок называется красавица и чудовище здесь и пистолеты и сумочки и туфельки что это еще нота ноты две короны и часы я думаю что в прикладных вещах вот таких подвесок много не бывает у меня уже целая коробка то есть для того чтобы был достаточный выбор когда начинаешь что-то прикладывать так что спасибо огромное за подвески далее я нашла посылочки как это будет по-русски и уй даже не знаю но это стикеры для ниточек димси для того чтобы можно было их лепить на бобиночке и это замечательный подарок у меня такие стикеры были очень очень давно куплены и они находятся до сих пор на бобинках но со временем я заметила что некоторые из них теряют вот эти клейкие свойства и пытаются отклеиться поэтому что-то придется обновить а кроме того сейчас выпускаются новые цвета ниток и они тоже требуют какого-то оформления я имею ввиду цифр я стараюсь писать маркером но маркер тоже может стереться с этой бобинки поэтому я буду наклеивать и наклеечку и писать маркером чтобы уж продублировать точно так как не хочется мне остаться вот без номера чтобы потом искать что это такое и какого это цвета у меня кстати так случилось с ниткой крейник когда я принесла из магазина ну это офлайн магазин я туда ходила и принесла ниточку крейник вынимая свои покупки я вдруг обнаружила что на одном на одной бобиночке нет вот номера что это за номер непонятно я подрастроилась так что вот эти номера очень-очень в тему дальше святуля положила мне закладку это сердечко и на этом сердечке еще была кисточка но кисточку я уже приспособила в другое место сейчас покажу вам попозже куда скажу почему закладками я не пользуюсь так как я либо слушаю аудиокниги вот я сейчас сказал закладками я не пользуюсь а ведь в моих прикладных вещах порой приходится именно пришивать закладку к обложке например тканевой обложке вот закладка бы неплохо смотрелось я думаю что я я просто напросто уже посмотрев на вот это сердечко с кисточкой я уже поняла как вообще я буду их применять сердечко у меня пойдет в вышивку я думаю что она украсит одну из вышивок тем более скорее всего на тему святого валентина ко дню святого валентина какую-то вышивку а кисточку покажу вам чуть чуть попозже как она у меня пристроилась спасибо святуль огромное за отрезы тканей этих тоже много не бывает как любят говорить и они тоже мне кажется в каком-то французском стиле очень хорошо подойдут и будут сочетаться с дизайнами скажем парижских вышивальщиц потому что где-то какие-то пасторальные мотивы здесь прям сквозят ну вот с такими медальонами вот эти розовые оттенки красивые цветы мне кажется тоже очень и очень удачно лягут на прикладные вещи так что тебе святуля огромное спасибо за комплект таких чудесных тканюшек я думаю что они мне точно пригодятся так и еще один адрес святуля положила ко мне в посылочку я так думаю что это мурана поскольку у меня такая тканюшка была я вышивала на ней рождественскую салфеточку и в принципе показывала ну дам ссылочку для тех кто может быть не видел и захочет посмотреть спасибо тебе огромное это вообще просто бесценный подарок на такой ткани я хотела бы попробовать новую вышивку вот Алла из Италии Аллочка тебе привет что-то давно не видела твоих видео но надеюсь что ты вернешься в рукодельный ютуб вот она вышивала игольницу не знаю как по-русски называется стежок по-английски это chicken scratch вот такой стежочек который вышивается в пределах квадрата или как-то ориентироваться на эти квадратики ориентируясь на эти квадратики можно вышивать она даже проводила мастер-класс если я найду я ссылочку тоже оставлю где она использовала вот эту ткань клетчатую ткань для того чтобы вышить игольницу но у нее вообще конечно все очень супер все очень по-итальянски все очень изысканно все прям очень модно так что свитуль спасибо тебе огромное я попробую тоже вот этот новый стежок во всяком случае это у меня в планах не могу сказать что я завтра сяду и попробую но то что я попробую это точно спасибо тебе огромное и под конец я увидела такой замечательный пакетик подарочный и угадайте что в нем я угадала я уже писала об этом Светику помнишься Светик не помнишь но когда она показывала вот эти прикладнушки вышитые своими руками я почему-то прям почувствовала какими-то я уже не знаю каким чувством шестым седьмым или сто десятом что возможно она эти вещицы сделала для меня и вы знаете я не ошиблась а вот бывает по жизни да ты можешь как-то предвидеть или может быть посылаешь какие-то флюиды вот и в данном случае угадала вот этот роскошный подарок который состоит из двух предметов в данном случае игольница она уже показывала дам ссылочку на найду конечно и дам обязательно ссылочку на видео Светули здесь во-первых это все на черной конве ну это вообще просто а потом этот вот сюжет анютиных глазок на черной конве вы знаете напоминает какое-то такое старинное что-то доставшееся тебе по наследству от бабушки некий такой сюжет во всяком случае у меня такие ассоциации потом это все обшито вот таким сумасшедшим бархатом как это все аккуратно пришита как она пришивала вот эту золотую тесьму я вообще понять не могу то есть надо требовать мастер-класса цвета как она его собрала потому что ну настолько все аккуратно прям золотые ручки Светуль у тебя просто золотые ручки я в восторге я обязательно буду пользоваться я вообще люблю пользоваться я не кладу такие вещи под стекло стекло у меня нет чувства так тревоги когда пользуются такими вещами как раз наоборот я испытываю огромное удовольствие когда пользуюсь красивыми вещами сделанными своими руками а тем более если это подарок да еще подарок вот такой душевный ну просто обалденный здесь что-то про ой я вообще я я теряю слова вот до речи уходит прям моментально и конечно же чехол для ножниц а это та кисточка которая была привязана к сердечку в виде закладки вот я подумала что этим ножницам как раз не хватает кисточки чтобы было их удобно оттуда вынимать ну чехольчик вы уже видели в ее видео я надеюсь что видели он выполнен просто безупречно цветуль я восхищаюсь твоим мастерством мне кажется у меня не хватило бы усидчивости чтобы вот так красиво все за зашить все это вшить я вот просто смотрю я не могу оторваться я смотрю все и думаю боже мой как же это все аккуратно как это все вот просто не человеческими усилиями как мне кажется все это было сшито посмотрите что внутри вы думаете это я вложила эти ножницы нет это подарок светочки спасибо тебе огромное у меня есть старенькие ножницы от дмс которыми я пользовалась давно с самого начала еще начало двухтысячных годов а вот эти винтажная коллекция как здесь сказано просто поразительные очень красивые очень красивые ножнички здесь есть что хорошо в принципе вот такая насадочка чтобы ножницы ничто не рвали в данном случае чехольчик когда пользуешься конечно можно раскрыть и вынуть замечательный такой цвет черненого серебра я в восторге и вот мне кажется что эта кисточка сюда очень и очень хорошо подошла просто вообще как тебе кажется ты со мной согласна что кисточка здесь прижилась я счастлива просто без всякой меры тебе еще раз огромное спасибо миллион спасибо трион бельон сколько угодно я вот ждала когда я просто вот с нетерпением ждала когда я отсниму это видео для того чтобы начать уже пользоваться этими удивительными вещами я надеюсь что и зрители порадовались вместе со мной тебе святуль самые мои крепкие обнимашки целую а вам спасибо за внимание желаю прекрасного настроения вышивального и рукодельного и до новых встреч пока до новых встреч